здравствуйте дорогие товарищи здравствуйте дорогие друзья как я рад вас видеть как я рад тому что вы снова здесь я уверен что его тоже рады тому что я снова здесь и продолжаем нашу болтовню совместно я вас благодарю за материальную поддержку канала как всегда благодарю за то что вы пишите комментарии за то что вы слушаете хорошую музыку размышляете они и она делает нас с вами другими и я не скажу что лучше или хуже потому что не знаю почему потому что мне кажется что искусство вообще не делает человека не лучше не хуже проявляет в нем то что в нем и так уже есть что касается комментариев многие пишут что ну как-то так опосредованно как-то так не в лоб что я не люблю тяжелый рок мол как-то я замечаю такие отзывы и пожелания друг другу это совершенно некорректно и не соответствует действительности потому что я много раз уже говорил о том что мне вообще все равно в каком стиле группа играет и говорит о том что я не люблю тяжелый рок или я не люблю диско или не люблю рок-н-ролл или не люблю блюз там это полная или я люблю блюз это полная чушь я люблю просто конкретную мозгу конкретных музыкантов и в каком стиле она сыграна мне вообще не важно вообще я не слушаю стиле не как уже давно хотя вот это никогда нет раньше слушал вообще не слушаю стиле мне положить на них просто тяжело глубоко и далеко я слушаю конкретные какие-то вещи а впечатление о том что я не люблю тяжелый рок сложилось видимо из-за того что очень много коллективов которые играют эту музыку мне не нравится ну просто в силу опыта в силу наслушанности какой-то определенная я могу сказать что в этом самом стиле количество групп которые играют такую откровенную попсу позорную она больше чем где бы то ни было то есть там столько просто хлама жуткого ужасного на не ужасного не жуткого вопрос никакого просто попса просто ломовая попса бессмысленная и беспощадная набор клише определенных существует и в исполнительской части и в звуке и в продюсировании и молотит просто но сотни команд музыку вообще никакую никакущую но у меня есть довольно много групп которые очень люблю подпадающих под это определение стилевое тяжелый рок или там хэви метал или там что-то еще я путаюсь потому что я просто не знаю там death doom там вот это все чушь вот это не чушь но вот это все вообще не интересно новая волна британского хэви метал или как называется у журналистов new wave of british или просто металл ахинея какая-то дистрофическая я очень люблю группу jesus priest в этой среде можно и обозначать как угодно как новая волна британского хэви металла или чего-то еще на самом деле просто очень интересная музыка очень кайфовая и я много-много лет слушаю эту группу и наслаждаюсь ее музыкой и фантазией группы я имею ввиду техникой исполнения хотя технически там на первых альбомах скажем меня все устраивает на самом деле если говорить о моем восприятии но там асы технари гитарные и барабанные конечно скажу что это все сыро это все так себе так себе но абсолютно все равно потому что второй альбом of destiny вообще один из моих любимейших и там сыра не сыра мне кстати говоря и нравится то что там сыра там грязновато так откровенно как почти как на сцене все сделано хотя там конечно сложности студийные присутствует что касается третьего альбома вот этого сын авто сын 1977 год здесь уже как раз все уже в хорошем смысле слова прилиза на почищена чуть не вырвался матом но в положительном смысле потому что пришел продюсер в лице роджера гловер который к 1977 году стал уже но мега опытным музыкантом мега опытным продюсером прекрасно разбирающимся во всем и по части звука инжи инженерии и по части исполнительского мастерства и собственно говоря писал песни не то что писал песни а вместе с группой вместе с чудес прист писал значительную часть музыки здесь придумывал и говорил музыкантам как что и где играть в какую сторону идти где соло где не соло и в принципе она является соавтором этого альбома ну конечно конечно музыканты джудес приз все это придумали и написали но помощь продюсера она и заключается в том что иногда просто даже при сочинении песен он сидит рядом и говорит нет давайте вот сделаем не так давайте сделаем по-другому давайте здесь споем а здесь не споем раньше хотели здесь спеть а здесь не спеть ну и в таком роде что касается ритма что касается гармонии что касается даже мелодии продюсер такого уровня как роджер гловер он конечно помогает и получилась прекрасная пластинка многие считают почему-то и пишут что она получилась мягче чем два предыдущих альбома я не не знаю я я не слышу что она получилась мягче она получилась просто более качественной по звуку более такой полноценной законченной по звуковой палитре именно а что касается того что она легче я не знаю диссидент агрессор последняя вещь например здесь это но это если говорить о моих любимых тяжелых песнях одна из наверно любимых тяжелых песен таких откровенных вот гитарного от этого тяжелого урока просто какой-то зверства как она крадучись так начинается и вырастает в безумие с этим пальцетом хелфорда как он чудесно в общем поет чудесно поет это фредди меркури примерно в том смысле что у него такие диалоговые диалоговое построение вокальных линий он поет за одного персонажа за другого персонажа хотя персонаж может быть один и тот же но настроение разное что-то поет поет потом отвечает сам себе фальцетом высоченным каким-то невероятным прекрасная драматургия и я уже говорил когда шла речь о втором алюмики вин что хелфорд обожал этот самый второй альбом в частности агрид батл песню и очень много подчеркнул от фредди меркури от queen конечно же пластинка изумительная и диссидент агрессор это понятно he come the tears предпоследняя песня такая неожиданная не люблю это слово рок-баллада и не буду больше никогда употреблять его это это вот девочки придумывают на радио там или где-то в журналистике вот это рок-баллада что это за херь коробала да я не знаю очень медленная красивая песня с неожиданной акустической гитары для джидас приз вообще не характерно ну к середине конечно она вырастает наливается шить мускулы нарастают самое интересное для меня здесь это финальная даже не финальная там середина начинается вот это вот гитарная даже не соло а гитарная часть когда изображаются he come the tears слезы вот эти в гитарах играют гитары играют слезами и одна и та же нота вот она повторяется ну там с вариациями конечно небольшими но и так вот это не выматывает душу а заставляет вспомнить название песни he come the tears и вот эти tears вот эти слезы в гитарах просто ну изумительно так и причем так тонко сделано это и глава здесь конечно постарался как продюсер очень очень четко очень очень хорошо сынер первая вещь на первой стороне тоже завораживает сразу и интересно очень начинается с рифа гитарного такого сухонького как на первом альбоме как бы ну а где здесь продюсер великий там что тут все прямо потом после пропивания пары куплетов уже когда все постепенно как-то вот эта сухость уходит появляется объем объем и вдруг гитарные чудеса невероятные переход в другое пространство музыкальное и так интересно на гитарах там сыграно вот это вот средняя часть музыкальная у в какой-то космос вдруг из из сухонького вот этого рифика который в начале там начинается вдруг открывается занавес открываются и космос на тебя начинает дышать хэви металом очень круто diamonds and rust песня джан байс удивительная вещь тоже в том смысле что она если отбросить все заклинания любителей хэви метал металюк до фанатов я имею ввиду эта песня она вообще в диско сыграна это чистая диска даймон сын раз просто там гитары громкие барабаны саймона филлипса да все но вообще это нормальная диска как у rolling stones примерно самая миссию только у rolling stones она в рок-н-ролль нам так у меня с рок-н-ролль нам дужком да а здесь с тяжелороковым духом но но абсолютная диско сто процентов просто вот starbreaker единственная песня который мне не нравится хотя она больше похоже на какой-то панк-рок чуть-чуть чуть-чуть похоже но все равно она все равно judas priest это judas priest это свой звук свое дыхание свой голос своей гитары ни с чем не спутаешь ну как-то она мне ну мне кажется она не такой интересный как там предыдущие например сына и diamonds and rust джон баяс неожиданная версия такая last rose of summer ну она конечно рифмуется с песнях he comes the tears но медленная прозрачная лирическая какая-то такая last rose of summer последнее последнее лета детства может быть потеря невинности последняя роза черная роза эмблема печали печальная песня но очень красивая очень хорошая тоже там акустическая гитара пару раз проскакивает ну вот в he comes the tears там ее побольше акустики но это спрей и вот этот блок вообще let us pray call for the priest и raw deal он конечно показывает всю мощь коллектива и все то что будет в дальнейшем такое ощущение что эта группа точно завоюет мир после после прослушивания вот этого блока особенно raw deal меня вышибает опять-таки гитарной игрой там то так так закручивается в такую спираль закручиваются гитарные звуки что в эту спираль попадаешь как смерч такой он тебя куда-то уносит то есть там наворотили дел конечно будь здоров и вообще очень интересно все сделано просто я получаю огромное удовольствие от этого альбома чего я вам желаю и никаких разговоров о том что хэви-метал не хэви-метал здесь мало металла здесь много металла это вообще не металл забудьте эту чушь слушайте музыку в первую очередь слушайте да 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 доходите до смысла каждой песни музыкального как она как она дышит как она звучит как она поет и тогда будет абсолютно плевать металл это или диска это здесь вот диска пожалуйста дай мансинград в полный рост и ничего страшного и людям нравится и металлистам даже нравится тем кто любит диска наверное наверно не нравится но нам-то что до этого никакого дела нам до этого нет Judas Priest сын авто сын кстати андрюше свину по новую пластинку очень нравилось в свое время я помню что что это лучший альбом Judas Priest я могу присоединиться и за это пойду и выпью сейчас пока